Раби Мейр Каханы. Персидский залив и избавление. Такова реальность. Израиль против всего мира. Послание, отправленное Равом Мейром Каханы Ашем Инком Дмо за несколько дней до его убийства. Эпиграф. Вот народ отдельно живет и между народами не числится. Глава Балак 23.9. Тем, кто желает видеть и кто отказывается закрывать глаза на реальность, понятно, что сейчас происходят два фундаментальных процесса, касающихся еврейского народа. 1. События на Ближнем Востоке неотвратимо ведут к тому, что на Израиль будет оказано международное давление с целью заставить его пойти на ужасные и безумные уступки. 2. Новый мировой порядок, в кавычках, о котором говорит Джордж Буш, выразится в том, что все народы мира на Востоке и Западе, в США и СССР, мусульмане и христиане будут стремиться навязать трагический курс еврейскому государству и его народу. 2. События на Ближнем Востоке происходят одновременно со стремительно ускоряющимся экономическим крахом и разрушением социальной ткани в Соединенных Штатах, что должно привести к политическому взрыву и ужасным последствиям, которые вызовут такой уровень антисемитизма и такую трагедию для американского еврейства, какие не снились евреям даже в самых страшных снах. 3. Неверующих евреев и тех, чья вера не глубока, людей, считающих, что еврейский народ и его государство похожи на другие, разумеется, пугают явная и постоянно усиливающаяся изоляция Израиля и ясно различимая угроза самому его существованию. 4. Таких людей очень страшит перспектива утраты союзников, в особенности Соединенных Штатов. 5. С их точки зрения нет ничего более важного, чем проведение Израилем такой политики, которая не навлекла бы на него гнев Америки и Западного мира. 6. В глазах неверующих евреев и тех, чья вера не глубока, рассматривающих еврейский народ в «практических» и в реалистических категориях реал-политик, Соединенные Штаты и Запад являются родным домом, средоточием их наследия и будущего. 7. Ничто не пугает их сильнее, чем мысль о приливной волне антисемитизма, которая будет угрожать их жизни в Соединенных Штатах и на Западе. 8. В их глазах борьба за сохранение еврейской жизни в изгнании – самый главный вопрос их национальной повестки дня. 9. Однако евреям, носителям подлинного классического иудаизма, понятно, что рождение, будущее и судьба евреев и их государства основываются именно на изоляции и на существовании еврейского государства, в котором живет весь еврейский народ. 10. Что вера в Бога Израиля и, разумеется, в еврейскую мощь, основанную на этой вере – единственная надежда евреев и их государства. 11. Что страх перед всем миром и надежда на другие страны и на союзников – это не только иллюзии и заблуждения, но гораздо хуже – это осквернение имени Бога, это громогласное заявление, что наша судьба находится не в его руках, а в руках человека. 12. Что изгнание для евреев – ничто иное, как окончательная трагедия и смерть. 13. И что объединение всех стран против Израиля и в конечном итоге – крушение еврейской жизни в изгнании – к сожалению, неотвратимы. 14. Пусть же еврей отвергнет процесс ухода от иудаизма и вернется к своим настоящим корням и к истине Торы. 15. Довольно страха перед человеком, довольно трепета при мысли об изоляции и утрате поддержки других народов. 15. Именно изоляция евреев и их абсолютное одиночество, отсутствие союзников и поддержки остального мира – ключ к еврейскому избавлению в нынешнюю эру. 16. Эру окончательного избавления, ибо именно кажущаяся безнадежность и невозможность выживания евреев в изоляции наилучшим образом докажут всемогущество и величие Бога Израиля. 17. Вера в Бога Израиля и отказ полагаться на другие страны. 18. Отказ от просьб американской помощи, которая заставляет Израиль дрожать перед Вашингтоном и в то же время бояться принимать решительные меры, жизненно необходимые для нашего существования. 19. Вера в Бога Израиля, уход из стран изгнания для того, чтобы вернуться домой и быть у себя дома народом, который действительно живет отдельно. 20. Таков еврейский путь, таков единственный путь. Вот народ отдельно живет и между народами не числится. 20. Субтитры создавал DimaTorzok